здравствуйте на сегодняшний день существует огромное количество методик по коррекции интимных зон у женщин про то как делать коррекцию мужчинам мы с вами уже смотрели мой видео урок который я сняла ранее там мы увеличивали головку и ствол полового члена при помощи гиалуроновой кислоты в этом видео я расскажу вам и покажу на специальном тренажере который мы с моими коллегами придумали разработали специально для вас как делать процедуру интимная контура пластика для женщин в этом видео я покажу вам такие техники как увеличение в объеме больших и малых половых губ и сужение входа во влагалище существует огромное количество различных способов корректировать интимные зоны у женщин начиная с кремов и гелей различных упражнений аппаратных методик и заканчивая хирургическими операциями среди множества процедур по восстановлению интимных зон у женщин контурная пластика считается наиболее эффективной и безопасной процедурой к основным и явным преимуществом этой процедуры я бы отнесла результат видим сразу после процедуры и сохраняется до года безопасность процедура безопасна так как гиалуроновая кислота полностью биосовместима с человеческим организмом отсутствуют рубцы и срок реабилитации минимальный филлеры на основе гиалуроновой кислоты помогают скорректировать форму половых губ вернуть им плотность и упругость а также молодость введение гиалуроновой кислоты в преддверии влагалища позволяет существенно сузить вход в влагалище и также его увлажнить что сказывается конечно же на сексуальной жизни улучшает ее качество и также женщина становится более уверенной в себе важна не только эстетическая составляющая процедуры контурной пластики для женщин также эта процедура очень эффективна при зияющей половой щели у женщины при этом состоянии вход во влагалище не прикрыт половыми губами и является некими воротами для проникновения микроорганизма тем самым заполняя объем мы добиваемся эффекта лечебного и девушка женщина становится здоровее и соответственно и счастливее давайте вспомним строение женских половых органов большие половые губы малые половые губы уретра клитор лобок промежность и анус я вам покажу на примере куриной грудки как сделать имитацию вагины для того чтобы поставить руку косметологу перед процедурой интимная контурная пластика для женщин вот такой кусок куриной грудки я буду использовать его я купила в обычном магазине выглядит и готовим его для работы для проведения тренировки нам потребуются куриная грудка имбирь зубочистки гель для волос флоргексидин курагас крем имитирующий анестезию скальпель пленочка конюля 22 же при 5 миллилитров с иголочкой 22 27 же перчатки и влажная спиртовая софья берем курагу делаем надрез раскрываем и вставляем в углубление фиксируем зубочисткой фиксируем зубочисткой и вот что у нас получилось добавляем имбирь вот такой тренажер для того чтобы мы с вами научились делать интимную контурную пластику для женщин для того чтобы правильно выполнить процедуру интимная контурная пластика для женщин мы используем протокол процедуры в котором есть все термины и определения показания и противопоказания к проведению процедуры анатомия препараты то есть какие препараты нам больше всего подходят для проведения увеличения больших малых половых губ материалы которые мы используем собственно сама технология процедуры осложнения которые могут возникнуть после процедуры и рекомендации для пациентов данный протокол есть в дистанционном обучении который вы можете заказать у меня берем шприц 5 миллилитров или гель для волос по консистенции он очень напоминает нам филлер вот мы набрали три миллилитра в протоколе вы найдете информацию сколько миллилитров какую зону мы вводим в данном случае 3 миллилитра нам будет достаточно обрабатываем хлоргексидином паховую область и внутреннюю поверхность бедер лобок большие и малые половые губы после этого производим аппликационную анестезию на большие половые губы например кремом эмла время экспозиции 15-20 минут накрываем нашу поверхность пленочкой после того как время у нас стекло убираем пленочку протираем протираем хлоргексидином или спиртовой салфеткой далее нам необходимо разделить область половых губ пополам и на три этажа первый этаж у нас подходит проходит под клитором второй этаж посередине половых губ и третий у основания большим и указательным пальцем свободной руки зафиксировать большую половую губу первый вкол мы делаем в секторе 1 при этом иглу необходимо держать срезом вверх и производить вкол снизу вверх работаем веерной техникой инъекцию проводим подкожно веерной техникой на обратном ходе иглы не вынимая иглу прокол только один заполняем пространство необходимым количеством препаратов при этом нужно разминать и растягивать половую губу придавая ей нужную форму и избегая формирование неровности и помочь аналогично фиксируя пальцем на голову губу последовательно произвести вколы 2 и 3 во втором и третьем секторе и на другой стороне мы будем делать точно так же как и на первом для того чтобы работать и тренироваться было легче с филлером якобы мы разводим гель для волос с водой и получаем наименее плотную консистенцию чтобы было удобно аналогичным способом мы работаем со второй половой губой вводим филлер то есть наш гель для волос разбавленной с водой срезаем вверх иголочку в веерной техники распределяем препарат равномерно напомню что для процедуры по увеличению больших половых губ нам потребуется 1-3 миллилитра филлера в одну половую губу дальше мы работаем на втором этаже точно так же как на первом веерной технике веерной технике распределяем геоуроновый кусачивальчик фиксируем пальцами наружные половые губы и работаем в третьем секторе после процедуры нам необходимо обработать всю поверхность хлоргексидин возможно наложить асептическую повязку и дать рекомендации клиенту рекомендации клиенту вы также сможете найти в моем процессе мы видим как наши половые губы на курочке наполнились налились стали более объемными и привлекательными второй способ увеличения больших половых губ при помощи канюля для меньшей травматизации возможно произвести увеличение больших половых губ за два кола для этого нам понадобится канюля 1822 же 70 миллиметров обрабатываем хлоргексидином паховую область внутреннюю поверхность бедер хлопок большие малые половые губы после обработки мы производим аппликационного анестезию например кремом эмло оставляем на 15-20 минут и после этого убираем крем повторно обрабатываем область хлоргексидином фиксируем большую половую губу двумя пальцами свободной руки и при помощи иглы находящийся в комплекте с канюлей совершаем прокол в секторе 1 подкожный в новой процедуре увеличения больших половых губ при помощи канюля у нас новое распределение секторов и первый сектор начинается в самом низу большой половой губы делаем прокол далее работаем шприцом подготовленной канюлей срезом вверх на что указывает нам отметка на канюре вводим ее полностью во всю длину половой губы вводим помогаем рукой вводим препарат распределяем равномерно разминаем и далее со второй стороной мы работаем точно так же его проводим вводим не вводим отысканы разминаем вводим вред вводим конюлю максимально далеко насколько это возможно и на обратном ходу кладем фельдер мы видим как у нас половые губки налились и приобрели очень симпатичный маложавый губ обрабатываем поверхность даем рекомендации формируем красивую форму и отправляем девушку для того чтобы чуть позже она вернулась к нам снова или на корректе далее мы рассмотрим как увеличивать малые половые губы обрабатываем область малых и больших половых губ в преддверии влагалища раствором хлоргексидина далее производим аппликационную анестезию например кремом Эбла время экспозиции 15-20 минут наносим пленочку и засекаем время после того как время стекло мы убираем пленочку протираем хлоргексидином и начинаем работать в протоколе вы увидите новую схему деления на этажи в первом этаже мы делаем первый холл всего у нас три этажа первый этаж начинается у квиттеров а линейно равномерно вводим препарат распределяем его на обратном ходу кладем филл далее второй этаж точно также заполняем не забываем разминать и растягивать препарат и третий этаж . пола находится самом основании влагалища далее проводим процедуру со второй стороны точно так же как и с первой вводим иголочку и даем на поршень на первом этаже потом на втором и на третьем обрабатываем места ингекции раствором кортиксидины и даем рекомендации объем влагимого препарата зависит от желаемого эффекта часто это 0,5 или 1 миллилитр в малую половую дубу технике по служению входа во влагалище мы будем использовать другую часть куриной грудки отмеченную фломастера мы хотим добиться такого же сходства как на этой картинке указанной в протоколе вместо со схемой проведения процедуры делаем надрез скальпелем по центральной части грудки и руками раздвигаем для того чтобы сформировать область для работы для того чтобы придать реалистичности мы зафиксируем имбирь внутри нашей куринки обрабатываем всю поверхность больших и малых половых губ в преддверии влагалища лоргексидину или спиртовой салфеткой далее накладываем анестезию и закрываем область пленочкой убираем крем и повторно обрабатываем область хлопка лоргексидином большим и указательным пальцем свободной руки раздвигаем малые половые губы открываем вход по влагалище производим первый кол при этом иглу необходимо держать срезом вверх и производить кол снизу вверх инъекцию проводим в подкожно-слизистую оболочку на обратном ходе иглы верной техникой заполняем подкожно-слизистое пространство необходимым количеством препарата не забываем разминать и растягивать препараты аналогичным образом производим второй вкул третий вкул производим в ямку преддверия влагалища заполняем пространство слева справа и вовнутрь при необходимости делаем четвертый и пятый кол вверх будьте аккуратны не травмируйте наружное отверстие мочеиспускательного канала не доходите иглой до самого центра обработайте места инъекций хлоргексидином и дайте рекомендации клиенту объем вводимого препарата зависит от желаемого эффекта часто колеблется от 1 до 3 миллилитров на этом же срезе будет удобно попрактиковаться еще раз заполнить область больших половых губ на одной стороне мы покажем как это сделать при помощи канюли а на другой стороне сделаем верную технику при пол итак давайте нанесем разметку делим по центру далее перпендикулярными линиями делим область с которой собираемся работать на три этажа первый этаж проходит под клитором второй этаж делят влагалище на два на две половины и третий проходит у основания с другой стороны там где будет входить канюля мы ставим точку вкола у основания и проводим по всей половой губе первый вкол производим на первом этаже подробная схема представлена в протоколе вводим иголочку и заполняем большую половую губу верной техникой распределяю препарат равномерно подробная схема подробная схема помогая себе второй рукой вводим филлер далее второй вкол точно так же верной техникой распределяем ее уроновую схемоту в области наружной половой губы видим как она наполняется становится более округой и возвращает былую форму особенно важно это для возрастных клиентов третий кол проводим чуть ниже также верная техника далее на поршень и на обратном ходу вводим препарат после этого обрабатываем хлоргексидином при необходимости такой же техникой мы работаем со второй стороной ну а в этом видео я покажу вам как мы сделаем эту конюлей делаем прокол специальной иглой которая входит в комплект с конюлей у основания далее берем шприц с конюлей и вводим аккуратненько точку прокола максимально на всю длину конюли помогая себе руками на всю область большой половой губы далее на обратном ходу равномерно распределяя филлер мы вводим препарат фиксируем результат руками формируем красивую форму и обрабатываем поверхность форму наша модель решила увеличить количество введенного филлера и мы добавим препарат еще посмотрите что произойдет если ввести максимальное количество препарата при помощи конюли как наливаются наши половые губки становятся аппетитными и красивыми потрясающий результат который оценит ваш мужчина и поднимет вам самооценку для этого мы должны дать вам что такое выводим у нас это очень 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 надеюсь этот видео урок оказался вам полезным если у вас есть идеи как это можно произвести еще что еще можно придумать для того чтобы облегчить учебу для косметологов для практикующих врачей каким образом они могут тренироваться перед тем как делать это на живых людях я с радостью прочитаю это в ваших комментариях под этим видео и задавайте вопросы приезжайте на обучение заказывайте дистанционный курс я буду вам очень рада пока